Здравствуйте, с вами Юрий Зайцев, в эфире «Как-то так». Новости с персональной доставкой. Тулгор Водоканал собирает долги. Исковые заявления предприятия опубликованы на сайте арбитражного суда Тульской области. Среди организаций, которые задолжали Водоканалу, управляющие компанией «Гарант», «Жилкомхоз», «Зеленый город», «Альянс», «Тульский оружейный завод», «Тульское предприятие тепловых сетей» – последние лидеры по долгам – почти 30 миллионов рублей. У некоторых управляющих тоже задолженность с шестью нулями. Не поленился и посчитал общую сумму, надеюсь, не ошибся – 69 миллионов 459 тысяч 147 рублей. Напомню, по сообщениям информагентства «Тульские новости», «Тулгор Водоканал» готовят к продаже. Депутатам Тульской областной думы порекомендовали рассмотреть закон об ужесточении штрафов за нелегальную торговлю. Такое решение было принято на общественном совете, в котором приняли участие представители Роспотребнадзора, Комитета по предпринимательству, надзорные органы и предприниматели. Напомню, в июле парламентарии отложили принятие закона именно для детального обсуждения. Грубо говоря, необходимо разделять реально нелегальных торговцев с большими заработками от пенсионеров, которые торгуют на развалах, чтобы свести концы с концами. Если вы хотите навести порядок, то штрафы для гражданина должны начинаться от 100 тысяч рублей. А то, что на 100 лицов полмиллиона, причем без вилок. Где есть вилки в законе, я сразу говорю, есть коррупция. В Тульском штабе Навального праздник. Его координатор Дмитрий Николаев чист перед законом. Как пишут в группе штаба, Николаеву позвонил участковый и сообщил, что заведенное на него дело по распространению и производству экстремистских материалов закрыто. Вся гидпродукция будет возвращена позиционерам. Листовки и прочие бумажки были изъяты у сторонников Навального еще в июле. Вот разобрались. Как-то так. В Новомосковске медики проехали мимо лежащего на улице мужчины. Видеозапись появилась в соцсетях. Согласно пояснению автора, инцидент произошел на улице Школьной. Мужчина, опять же, пишет автор, не пьян, не избит и дезориентирован. Сначала мимо него проезжает одна машина скорой помощи, затем вторая, и она уже останавливается. Диалога медика и больного, к сожалению, не слышно. Он продолжается порядка 30 секунд. После скорая уезжает. Мужчина остается лежать на дороге. Что здесь можно сказать? Пользователи обоснованно накинулись и на автора ролика, мол, почему не помог сам хотя бы поднять и усадить на лавку. Ну и действия медиков у них вопросы тоже вызвали. Конечно, не исключаем, что мужчина в дребезге пьяной и послал медиков куда подальше. Но все равно не так, наверное, должна была закончиться эта история. Надеемся, что мы в чем-то ошибаемся. Как-то так. Тульский арсенал повлиял на ход судейства в матче «Динамо-Зенит». Такого мнения придерживается гендиректор москвичей Евгений Муравьев. Дело все в том, что в матче с питерцами судья показал желтую карточку полузащитнику «Динамо» Самби Соу, которая стала для него четвертой, соответственно. Он пропускает следующий матч, а это встреча с арсеналом в пятницу. От Тульского клуба никакой реакции не последовало, но и логично. Муравьев уже не первый раз обвиняет во всем суде и ищет заговоры. В Туле вот когда-то тоже был такой человек. Но сейчас у нас все в порядке. Тву-тву-тву. На сегодня это все. Увидимся завтра. До свидания.